На корабле очень трудно найти себе место, особенно на небольшом корабле. Люди и второе это шум. Поэтому вот я нашел такое место, покажу вам его. Пока сюда никто не пришел, мы с вами дальше поговорим. Итак, мы предположили, что тело обладает сознанием, что оно непрерывно воспринимает. Это очень похоже на правду. И мы должны облечь это сознание, поскольку мы не имеем никакой связи с ним, не понимаем, что оно такое, как оно мысли чувствует. Итак, мы будем представлять его работу, этого сознания, своих терминов. Давайте представим, что работа этого сознания, его функционирование, как будто оно видит перед собой белую картину. Вот мы видим перед собой этот рабочий стол. Ну, нам кажется, что это окружающий мир. Будем считать, что это окружающий мир. А оно видит перед собой белый экран, белый экран, экран яркий, экран. И оно все находится в этом экране. Оно все там растворено. Оно не фиксирует, что оно такое, не отделяет себя от этого экрана. Оно просто есть. Оно просто вперилось в этот экран и смотрит на нем. На этом экране пока ничего нет. Смотрите, что происходит дальше. Мы начинаем с наших первых минут учить наше тело. Как мы учим его? Мы делаем различные вещи. Эти вещи нам нравятся или не нравятся? Если вещи нам не нравятся, это вызывает определенные негативные эмоции, которые откладываются в нейронной сети, запоминаются, как это неприятное действие, что, может быть, его не надо делать. Или оно связано с работой, его надо делать. И мы заставляем себя делать это. Это все относится к нейронной сети, но ведь мы делаем это действие телом. Мы делаем это действие, передвигая тело в пространстве, пользуясь руками, пользуясь ногами. И тело связывает эти действия с тем, что мы испытываем от этого действия. Оно не видит наших мыслей. Оно не имеет доступа к нейронной сети. Но негативные морфины или негативные какие-то вещества, негативные переживания, оно, безусловно, чувствует. Ему, безусловно, плохо. Дрожь прошла по всему его телу. Например, это же не просто фигура речи. Это же действительно так. И тело начинает запоминать, что вот эти действия вызывают негативное состояние, которое угнетает это тело. И что мы часто делаем это действие или не часто делаем эти действия. Оно не понимает, зачем это действие нужно. Оно подчиняется нашим приказам. Но просто по отрезкам времени, поскольку оно, в отличие от нас, существует непрерывно, 24 часа в сутки, все наши минуты жизни, оно существует и оно живет, оно просто по количеству секунд негативных переживаний и позитивных переживаний. Составляет некую картину. Если мы ходим на нелюбимую работу, испытывая при этом негативные эмоции, то это отклавляется на тело. В тело. Тело начинает быть счастливым или быть несчастливым. Если мы заставляем себя, мы терзаем свой ум, злое сознание, свое «я», но мы также терзаем и тело. Оно заключает, пока, пока не болеет, пока не болеет, пока только заключает, что жизнь, в которой она находится, она не белая. Это не белый прямоугольник, в котором... Это серый прямоугольник, черный прямоугольник. То есть окрашивает жизнь в негативные... Свою, свою окрашивает свое существование, в негативные тома. Оно начинает страдать. Очень правильно говорят про то, что мы существуем так, что тело находится под нашим диктатором, что это непрерывный тотальный контроль и тотальный диктат. Да, оно не свободно. Да, мы не даем ему освободиться. И о том, как его освободить, и надо ли его освободить, мы поговорим потом. Но сейчас главное то, что мы, может быть, даем ему очень много негативных переживаний. Тело существует, в отличие от нашего мозга, который защищен черепной коробкой. Мы можем закрыть глаза и не видеть окружающий мир. Но, тем не менее, в метро, в толпе мы все равно будем чувствовать людей вокруг. Не зная, как на них реагировать, не наученные правильно реагировать, тело будет пугаться. Пугаться этих людей, пугаться соприкоснования с ними. Если мы научили его драться и расшириваем этих людей, то это, по крайней мере, выход хоть какой-то для тела, оно знает, как действовать. А только он и стоит, прижавшись к другим людям, и страдает. Потому что в его зону комфорта вошли другие люди, а оно не хочет этого. Помимо того, что мы в него вложили, помимо того, чему мы его научили, оно испытывает отрицательные эмоции уже без нашего контроля, без нашего ведома. Нам может быть хорошо. Мы разговариваем с любыми девушками, мы разговариваем с приятным человеком, стоя, плотную к нему с метро, но тело при этом страдает. От других людей, которые находятся рядом, от их дыхания, от их запаха, это все чувствует тело. Какую жизнь мы уготовывали для тела? Это есть местилище нашего ума, но если оно обладает сознанием и учится от нас всему, что оно умеет, может быть, будем относиться к нему несколько раз в другом. Спасибо.